ГОХА ДЕЙЛИ Комментарии моментально трактовали как анонс Beyond Good and Evil 2, изображение расползлось по всем соцсетям, в героях признали Пейджа и отца Джейд и заговорили о приквеле. Все бы хорошо, если б не один нюанс. У игры есть все шансы стать эксклюзивом так до сих пор и не анонсированные приставки NX от Nintendo, так что похоже придется удалять все свои ехидные твиты про Марио Карт. Mail.ru сообщили, что до закрытого бета-теста русской версии MMORPG Revelation осталось всего-навсего каких-то две недели. С 12 октября игроки получат возможность изучить сюжетную линию вплоть до 49 уровня, а также на первом этапе будут открыты рейтинговые арены 3х3, батлграунды 10х10, зона горячей источники и 4 данжа. Знакомство с игрой пройдет в несколько этапов, а новый контент будут подвозить постепенно. Объясняется это тем, что Revelation обладает огромным количеством материалов для локализации, но Mail.ru хотят предоставить доступ как можно раньше. К слову, команда обещает наградить самых активных тестеров. На нашем фан-сайте вы сможете найти большое количество подробных гайдов, статей, обзоров и как следует подготовиться к ЗБТ. Ссылку найдете в описании. А какая из частей Battlefield ваша любимая? Лично мне запал в душу Вьетнам. Ох уж этот рок-н-ролл. Разработчики из Кампасанта договорились со студией Good Universe об экранизации своего приключения Firewatch. На счету киноделов проходные комедии про стариков и соседей, а также не самый удачный ремейк корейского Oldboy. И это вызывает некоторые опасения, учитывая, что на фильмы по видеоиграм наложено проклятие. Фанатам предлагаю сквистить пальцы, а всем остальным ознакомиться с первоисточником. Игромир стартует послезавтра, а мы про него как будто бы и забыли. Тем временем в Ubisoft отчитались о том, что привезут на выставку Watch Dogs 2, For Honor, новый South Park, VR проект Eagle Flight, а также лучшую игру для худеющих Just Dance. Кроме того, вас будет ждать стенд, посвященный фильму Assassin's Creed. Самых активных гостей выставки ждут призы и коллекционки. Напомню, что Игромир стартует 29 сентября в Крокус Экспо в Москве. На сегодня это все. Чем запомнится этот день, расскажем завтра. Следите за новостями на сайте goha.ru Субтитры создавал DimaTorzok